Антимонопольный закон приступает не только бизнес. В числе первых – органы власти. Открытые аукционы еще не гарантируют их прозрачность. Подтверждение тому громкий скандал в сфере здравоохранения Тверской области. Напомним, в январе этого года экс-главу министерства Елену Житкову обвинили в исчезновении 20 миллионов рублей. Дело связано с невыполнением федеральной программы информатизация. Как выяснилось, непонятные схемы начали внедряться еще на этапе проведения аукциона. Участник размещения заказа, который предложил меньшую цену, проиграл по критерию квалификации. При этом эта организация представила нам документы, которые говорили о том, что она обеспечила такой сетью Москву. Первоначальная цена этой закупки была 7,7 миллионов. Первый раз, когда мы рассмотрели жалобу, цену они снизили до 39. То есть в конечном итоге, по крайней мере, хотя бы до 39 цену удалось снизить. Хотя вот этот победитель, жалобу которого мы не смогли рассмотреть, потому что это не наша полномочия, предлагал 17. То есть надо понимать, какие деньги докрутятся, если за 17 миллионов, со 77 можно снизить. То есть, наверное, первоначальная цена как-то не так была определена. Дважды отличился департамент благоустройства администрации Твери. Уборку города в конце 2012 года департамент проводил без торгов, заключив договор с МУПЖЭК. К заказам по текущему ремонту дорог Твери для участия в аукционах на общую сумму 200 миллионов рублей допускался только один участник. Остальным отказывали на надуманных основаниях. Когда не проводятся торги, то при заключении такого договора, договор не предусматривает никаких адекватных обязательств со стороны исполнителя, никакой ответственности и всегда он заключается по той начальной цене, которую департамент посчитал нужным установить. Штрафы для членов аукционной комиссии могут достигать 150 тысяч рублей, для должностных лиц – до 20 тысяч рублей. Суммы, как признаются в Уфас, несоизмеримые с многомиллионными аукционами. Не пугают символические штрафы и распространители незаконной СМС-рекламы. Но только не в том случае, когда виновными признают всю цепочку, в том числе сотового оператора, чьей репутация страдает. Тверской Уфас выигрывал в суде уже несколько подобных дел.